Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. Сегодня в программе. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 622 сообщения. Управление по делам ГОИЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. А вы знаете, что в здании УТЦ расположена телерадиовещательная компания Десна ТВ? Да. Добро пожаловать. Как делается телевидение? Экскурсия на телеканал Десна ТВ. Роспотребнадзора считался в случаях бешенства на Смоленщине. По последней информации, чаще других заболевания обнаруживают у ионтовидных собак и лис. Также случаи заражения были у домашних питомцев. Кошек и собак. Предположительно, они заболели после контакта с дикими животными. Всего с начала года было зафиксировано 18 случаев заражения. Все они подтвердились лабораторно. А за аналогичный период прошлого года было выявлено 25 случаев бешенства. При этом заболеванию наиболее подвержены представители диких животных. Защитить домашних питомцев от недуга поможет своевременная вакцинация. Жестокое обращение с животными и часто размещение таких кадров в интернете. Подобные подростковые развлечения теперь будут уголовно наказуемы. В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает наказание садистов в возрасте от 14 до 16 лет. Сейчас подростки до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными. Причем это распространяется и на случаи, когда такие действия были совершены группой лис в отношении нескольких животных. Однако в правительстве уже успели дать отрицательную оценку инициативе. По мнению парламентария, снижение наступления уголовной ответственности – это неэффективный метод решения вопроса. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой – один раз, по вскрытию дверей – два раза, по спилению деревьев – один раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 622 сообщения, из них 229 ложных. Поступило и отработано 10 просьб от населения. Понятие комплексного развития территории – это часть нового закона проекта о принудительном изъятии недвижимости у россиян. Это делается под предлогом гармоничного сочетания разных видов земель, объектов недвижимости, а также инфраструктуры. Ради однородности застройки предлагается принудительно изымать недвижимость, в том числе жилые помещения многоквартирных домов. Для этого будет достаточное решение о выключении дома в адресную программу, как подлежащего сносу или реконструкции. Как итог, соседство устаревшего частного дома с новым деловым центром в скором времени станет маловероятным. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким способом удастся избавиться от так называемых депрессивных площадок. Законопроект готовится пройти второе чтение в Госдуме. Быть начеку и не сообщать личную информацию незнакомцам. Эти нехитрые приемы помогут россиянам избежать кражи денег с банковских карт. Доля списания денег по мошенникам с помощью психологических приемов России доходит уже до 60% от всех случаев потери средств и счетов. При этом схема примерно одинаковая. Мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками банка, выясняя личные данные граждан. Преступники действуют не вслепую. Они используют данные из открытых источников, баз банков и госструктур. Главными источниками утечки информации в России названы финансовые организации. За ними идут государственные учреждения. Эфир телеканала, съемка телепередач и сюжетов – это результат большой работы, которая остается за кадром. Что происходит за кулисами съемочного процесса, теперь знают дети из летнего лагеря «Созвездие». А вы знаете, что в здании УТЦ расположена телерадиовещательная компания «Десна-ТВ»? Да. Добро пожаловать. 9 июля дети второй смены летнего лагеря «Созвездие» совершили увлекательную и познавательную экскурсию на Десногорский телеканал «Десна-ТВ». Детей радушно встретила представительница телеканала, корреспондент Виолетта Ефименко. От нее ребята узнали о том, что Десна-ТВ работает уже более 25 лет, а сотрудники телеканала много раз становились участниками различных конкурсов и отмечались благодарственными письмами. Но самое интересное ребят ждал удальше. Съемочный павильон – самое необычное и важное место любой телестудии. Именно здесь записываются новости, телепрограммы и рождаются новые идеи. Дети не только попали в объектив телекамеры, но и успели рассказать интересные новости. Расскажем о погоде. 9 июля в Десногорске пасмурно и, возможно, дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 11. На этом выпуск завершен. Обсудить съемочный процесс и поделиться впечатлениями ребята смогли в комнате отдыха, прям как настоящие корреспонденты. А чтобы они не забыли, что мир телевидения ближе, чем кажется, каждый взял себе на память брелок с логотипом телеканала. Олег Соловьев, Андрей Умняков, Светлана Розганова, Десна-ТВ. Сделать доброе дело и получить за это грамоту или приз – такая возможность в Смоленском зоопарке. Там стартовала новая акция «Помоги делам», благодаря которой можно улучшить рацион животных. Обитатели вольеров и аквариумов будут рады несоленым семечкам и орехам, свежей зелени, кормам для птиц и рыб. Также принимаются овощи и фрукты – сезонные и привозные. В настоящее время коллекция Смоленского зоопарка насчитывает около 60 видов животных, среди которых большинство экзотических. Самых активных благотворителей поощрят подарками. И коротко о погоде. 13 июля в Десногорске переменная облачность возможен дождь. Температура днем плюс 16, ночью плюс 8. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова